шестая попытка привет зритель почему 6 потому что у меня что-то галючила камера я переставила флешку меня такое ощущение что в samsung что мне продали на самом деле не samsung я тут уже с децел поела мясо это мясо которая рулька большую часть вот тут меньшую часть я ела вчера и эту рульку я вроде как пообещала зрителю который поддерживает меня платной подпиской на бусте кстати поддерживает и бенному баги так вот и пообещала и похавать на добро если этот ролик все таки выйдет на канал значит дело было флешки которая как бы samsung либо чего-то там но на самом деле подделка которую продают в вайбере под видом официального представителя samsung у меня тут черный тмень шафран куркума черный перец в смысле молотка точнее смесь перцев мускатный орех соевый соус мед лук скорее еще салат с маслом сейчас тебе покажу раз картинка пока еще не вылезла нас правда делается в той флешке пресс эту флешку использовать наверное для ноутбука какой-нибудь тут у нас маковое масло со вкусом здоровья здоровья точнее со вкусом нерафинированное 100 процентов ран и продукт первый холодный отжим 250 миллилитров сроком она до апреля следующего года не особо свежим ну как бы хотелось бы более молодое маковое масло растительное нерафинированное куда ты лезешь украф кусок мяса у хозяина тебе же дали кусок мяса пока я тут ходила за штативом то все она смотрю она у меня мясо кому не едет то что имя куда миску дали 1 миску дали а я ничего не пробовала типа вместе мясо не такое вкусное вкуснее у хозяина в тарелке так вот у меня тут салат к этому мясико подостыла из-за всяких прыжков бугла на другой стороны но как бы теплое но и не горячее удобно есть и тут у нас щавель петруха лук-порей капуста белокочанная капуста зеленая ну та которая не дозрела белокочанная допустим зеленые листья белокочанной капусты потом помидор там сыр творожный а второй раз дело только уже без зеленухи просто сорт порожней из козьего творога что еще у нас тут кедровые орехи семена ядра семян конопли и кунжут белый и все это ну соль еще с маковым маслом я еще не пробовала надо попробовать нельзя туда прыгать хулиганка нельзя на стол прыгать а ничего так кстати во-первых тут телефон которым хозяин управляет камерой я это все запустила с шестого раза а во-вторых нельзя на стол прыгать в-третьих ты на хулиганил эти ты вообще по идее должна быть наказывала четвертых у тебя в миске еда есть еще кусается тут рук на возьмем я тут как бы вообще резала это большим ножиком но у меня тут есть маленький он вполне себе тоже режет наверное потому что я его поточила так вот я как-то делала какое-то мясо семенами черного отмина пахло это обалденно вкусно и мясо было тоже обалденным и сам запах черного отмина он аппетит разжигает а да еще тут мед соус мед и она у меня сутки мариновалась в холодном месте будучи в кастрюле под крышкой удивительно что эту крышку не скинула вот это сидящая на полу нахаленное животное ложкой салат особо не подчерпаешь но я попробую на тарелке вообще несколько кусочков мяса еще осталось которых пакете где пакет с этой жидкой штукой сейчас по жопе дам улеганка нельзя лазать когда люди едят лазать можно когда люди тебя не видят ну лучше не надо сейчас я тебе отрею кусочек это ведь ты не отстанешь мурк мурк семена съем ты семена не жжешь так вот я что-то была уверена что рулька без кости я забыла погулять может рулька бывает без кости а может я рульку путала шейкой или еще семи сейчас тут тряпкой по жопе тряпка сначала я поставила штатив и думаю что у меня картинка не такая как обычно мне кажется я забыла что приближалась потом у меня распять отвалилась синхрон с камерой его час я припоминаю что у меня первый раз такой же бус отваливание синхрон с камерой не думала что 30 минут зарядки нам батареи не хватает на дистанционное управление а похоже действительное дело в пульсуешь ты отдать косарь за самсунг прошлое у меня тоже косарь стоило и потом оказалось ну пришла она как бы все похоже на самсунг что такое единственное отличие было там пластиковая такая как бы чекотина коробочка такая пластиковая и она двухсторонняя она открывается и тут флешка а тут только крышечка думаю что такое может новый дизайн мало ничего а это подделка идентичное вообще все ну иначе объяснить никак может самсунг правда для россии стал делать флешки специально такие недоделанные или просто на вайбере стали продавать под видом самсунга причем как бы там магазин самсунг производитель самсунг что такое вкусе всяких вещей вроде как нормальных качественных и вот это флешка ну и можно было заказать на Али я еще подумала фиг знает что там на Али придет придет такая же штука я ее заказывала чисто для камеры которая новая ну что надо на 64 гига ну в итоге из-за того что у меня забита была вот эта флешка а я сегодня немножко одну часть смонтировала еще обзора greenway соответственно удалила немного у меня 48 минут тут случилось на маленькая жилка и вот ведь то что я ела и дала ей кусочек она жрет а то что я ей специально отрезала и положила в миску она не жрет хотя нет съела а короче вот эта вот штука за 570 рублей за килограмм с костью кожей и мясом вот так вот сделана обалденно вкусная она очень слабо ну там я конечно солила и соевый соус был соленый но почему там соль вообще не ощущается все эти специи так гармонично сочетаются что просто вкусно получается не какую-то там конкретно чувствуешь там отдельно да а просто получается очень вкусно в общем это дорогая мясина того стоило я правда давно меня не покупала поэтому я не знаю сколько вообще стоит стоит мясо я только на цену фарша слегка офигела потому что тот же мироторговский ну 200 с чем-то за 400 грамм хотя наверно так и получатся 200 до 200 400 я еще 100 не все равно дешевле уходит даже если вот мироторговский просто мне кажется что когда я летом покупала фарш курица точнее свинина говядина в мясном ряду килограмм он стоил где-то около 400 рублей максимум а ну 650 рублей за тот же килограмм ну может я еще не была еще в мясном ряду давно может и в мясном ряду так же все стоит этот свинина напоминает вот куриные ножки вот то темное мясо у куриц где вот эти ножки которые обцелена косточку можно вот поеду во вторник выдрить если все нормально будет можно собачки свести мне оно еще говорило переполнен буфер обмена думаю какой буфер обмена может быть на флешке переполнен на этой на которую пишут ммм косточка суть что-то не жующая у хозяина зубки молочные частично а у тебя кошачий я сегодня в какой-то веке смогла покормить куличную кошку черную там такая красивая куличная кошка черная только хрен знает какое у нее имя приходится звать ее кошка кошка я вообще выйду куда-нибудь соответственно без еды кошачьей за мне навстречу голодненькая на спицере иду откуда-нибудь ну иду из магазина там из сада еще что-то домой иду вижу кошка кошка сейчас я тебе вынесу поджать выношу ей поджать тут же вот пища за тасканую беру у меня тогда сосиска была в итоге Алиске отдала беру эту сосиску а кошки уже нет а тут я специально заехала в солнечный где делала заказами ну в солнечный магнит и там корм что-то вот 9 ну грубо говоря 10 без копейки за пакетик хитенький купила сразу пять штук думаю только бы кошка была там на месте смотрю кошка ну нашла ее все таки дала и пакетик подождала пока она съест потому что там рядом по голосу слышно было маленького человека который как-то на эту кошку с палкой нарвался при наличии взрослого который ничего ему не сказал еще ну взрослый следил за маленьким ребенком и видимо считал в порядке вещей что его внук там или кто-то на кошку с палкой нормально набрасывается так кошка я не знаю тут что-то такое ну и один пакетик с кинку себе в этот рюкзак положила ну и так вот чтобы вышел на улицу в рюкзаке на подстраховку есть корм пакетик если кошку вижу то хоть покормить смогу просто видела как-то несколько раз что и другие люди кормили тут что-то она ко мне такая голодная-голодная подбегала ну может еще неделю назад я даже уловить из первого ну как в магнит зашла купила какой-то паштетик для людей такой вот маленький такой маленький такой даже уловила тот момент что на обратном пути она все-таки была все еще голодная и в ожидании еды я дала поесть кошка которую я увидела когда только-только сюда приехала черная такая а вот котик Вася которого летом видела что-то я его не вижу надеюсь что он все-таки живой может его кто-то себе взял или он в другом месте сейчас кормится возможно наверное зубами без вилки ну кажется я ее все-таки солила помимо прочего но может наверное ее надо было побольше посолить или надо солить когда уже лишь ну не сказать что она супер требует соли мы наели сейчас что ли хочешь комнату солить я не против свали в комнату тут походу я какой-то хрящик кусок мяса упал но в следующий раз я куплю наверное тогда шейку себе свиное ну короче какой-нибудь кусок свиного мяса без кости чтобы можно было его точно так же запечь и не мучиться что там какая-то кость которую надо как-то обгрызать вкус масло я попробовала чисто так с ложки немножко ну странный такой вкус но в салате ну вкусно подсолнечное рафинированное я почему-то чувствую в салате разность совершенно фирм дешевое дорогое ну если салат не куча всего вот так а вчера делала с помидорами подсолнечное масло и чувствуется все таки тут какие-то жилки и жирки есть в этой жульке ну она у меня короче выпекалась сначала час на 180 минут а потом я еще и минут на 15 отправила на 170 градусов в смысле 180 градусов в час и еще 15 минут на 170 градусов вверх плюс низ плюс конвекция хочешь не жующийся кусочек ну там то не видно это слепкий у нее такой обхват ну или если штатив немножко по другому поставила мне Таня писала в комментах первый мундбанк за последний период выжженный что вот с такого ракурса лучше я помню что у меня еще какой-то другой был но я так и не вспомнила как у меня штатив стоял вот тут немножко перца попалось ну он молотый но он ощущается у меня у меня просто были специи как бы для мяса походу дела не закончились какие-то такие вот специи есть только специи для рыб но все таки свинина не рыба на мясик с мясиком ну еще какая-то хрень да кошка я бы тебе дала вот эту кость но ты наверное ее не обгрызешь ты все таки кошка если я сама ее не смогу обперить то я ее положу в холодильник и выжжу плюсик с с с Так как у меня упаковка от Клайберсовской вот этой флешки Уже вытянулась Я же не думала, что она будет глючить Не то, что глючить, потому что она подделка, кажется Да и сам Клайберс, он такой, на некоторые товары Возврат, там сколько-то, допустим, пара недель То уже ничего не делаешь Посмотрите, что у меня там, в каком-то ноуте стоит В каком-то ноуте была флешка на 64 гига Если там Samsung То можно будет поменять её Потому что у меня была какая-то флешка И с камерой что-то она вообще с первого раза не подружилась А в ноуте очень хорошо работала Ну, в основном в ноуте у меня Который с винтой Их два Ну, у Lenovo, короче, стоит Специально куплю туда Samsung На 128 гигов А вот другой История умолчивает У меня ещё есть флешка Первая, которую я покупала для этой камеры Вот этой камеры уже 4 года Samsung Но она тоже под забивку И на ней что-то записано Короче, надо монтировать Ещё я заметила Вот что с тайпом связано Когда переводишь это Затайпил пару чтанец Делал там перевод И забыл вообще, что где Если начал, допустим, в начале лета это тайпить А продолжил где-нибудь там В середине осени То всегда так, блин, где-то Такая прострация Такой гемор соображает Где чего лежит Когда всё это делалось Где чё искать Не Зубами можно Немножко побрить Ну и тут я училась Продолжить монтаж Гринвэя Не могу вспомнить Когда я его писала Где Достала эту флешку С приходняком Не могу понять Какого числа это было И чё я уже сделала Чё нет Хотя у меня там Ну как бы уже два готовых Как бы Путфайла есть В общем Я думаю, что это надо Собачеку отдать Тут где-нибудь ещё Мексика внизу есть Да Вон кусочек Мексика На листах тут такие кусочки есть Ты можешь их сама сушать А остальное Большую косточку Собачки отнимем Так вот Я поняла, что Свиная рудка Это кожа Которая особо никому не нужна Ну на ней можно картошки потушить Там кожа же ровная Чуть-чуть мясика Огромная кость Которая Больше веса занимает Чем мясо Всякие такие жилки Ну и какая-то там Треть или четверть Вообще мяса И тут же оно потеплее Я как бы кость сразу переложила А этот ещё горячий был Ну в смысле То, в чём это Варилось Всё И ещё оно у меня так это Я шорт сделала Правда ещё не выкладывала Слышу какие-то странные звуки Посажу в духовке Думаю Неужели там что-то взрывается Загорается Дима сапливчик Или ещё что-то А я забыла пролькнуть этот пакет Когда я его в духовку сунула Только завязала И не пролькнула Никаких грёфик не сделала И оно вместе значит с фольгой Как-то так Фольга поднимается Пакет перемещается Вместе с фольгой Поэтому по противню Ну я уже Телефон включила Уже поздновато было Оно больше На камеру оно отказалось Танцевать Оно так Ну как же вкусно Можно просто мясо пожрать И больше ничего Но тут лук ещё Я же сверху лук кидала И тут не сколько мяса Сколько лук Кошка я тебе могу дать Если ты выберешь мясо Твою счастье Если ты ещё и лук сожрёшь Ну вообще круто тогда Потому что Я вот сюда тут Смотрю вилкой И вроде это мясо Да, вроде вот это мясо А берёшь по большей части Это лук Такой жирненький бульончик У меня была половина большой луковицы Красного лука Я думала, что ну Просто такая красноватая шкурка Может у нас красный лук Немножко чуть покраснее Меня угостили просто Он какой-то такой Красноватый Ну думала, что он какой-нибудь розовый Или просто белый А берёшь, а он как-то красный лук В общем Половинка красного лука у меня тут была Это мясо походу Не знаю вообще, что с этим бульоном сделать Дважды пригоден или нет И у меня этот салатик Останется На завтра или на попозже Потому что я вроде как мясом-то и наелась Ну и я вроде как обещала Правда отдельно Кошка, тут хрящик у меня На столе валяется Хочешь? Хочешь, а не хуан я? Так вот я его просто сейчас заварила Потому что соображала долго Думала, что такое заварить За хун пао вечером бодрить Чёрный чай надо доставать большой пакетик Насыпать специально в этот В чайницу, а потом уже заварочник Зелёный надо соображать Есть там у меня хризантема, жёлтая Барсец или ещё что-нибудь Просто зелёного неохота В итоге я заварила Хошань хуан я Я причём забыла как-то По-моему Белый чай Мне всегда казалось, что жёлтый бодрит Но как-то я попила вечно жёлтого И нормально вырубилась Поэтому я сейчас думаю, что Наверное бодрит белый Ну больше бодрит, чем жёлёный У меня как-то был заварен белый чай Ко мне родственница заходит Я говорю, хочешь крутой чай попробовать? Такой, я говорю, белый чай, а я не наливаю Он говорит, по вкусу и по виду, как зелёный Это зелёный, я говорю, не открою Это как в анекдоте Белый чай или жёлтый Белый это как жёлтый, только более зелёный Это вот ароматик кофе Так и продукт Симбрегутки 100 грамм Тот самый дорогущий чай, который Мне по баллам обошёлся 400 рублей Ну 393, что ли, как-то так Так он пришёл всем за стол Мне ответил производитель, что шоу был Точнее, на шве было напечатано До этой упаковки Изготовления типа И что он ещё целый год может жить Вот это запечатают, а не прямо перед отправкой Что можно не бояться Ещё целый год его хранить С момента, как получилось Хотя сам у него сырёк 24 месяца То бишь, они закупают сырёк в Китае Но у них лежит пакетик В большом Они периодически распасовывают И потом ещё где-то В течение года они распасовывают И ещё в течение года Потом к следующему Можно его Успеть выпить Я доказала себе формочку Ну как бы это Я Мазун говорил Сделай новую карту Озун Я ещё не получила Но я как просто Карту Озун тебе не могу доставить Нужно что-то ещё купить А у меня зашла такая формочка По шоколаду 224 рубля Что-то хрена Что она силиконована Ну я хотела силиконовую формочку По шоколаду Потому что я купила как-то на Алике На несколько штучек Оказалось, что она Вообще там Буквально 2-3 миллиметра высоты Короче, ерунда какая-то У меня есть Парапластиковую покрытку шоколадную И под эти такие батончики Мне тут не всегда удобно доставать Потому что у меня Изначально у меня не всегда То именно консистенция был шоколад А тут же я теперь Сама какао-бобы из малого Ну и хотела какой-нибудь этот Силиконовую формочку Под шоколад Довольно глубокий Но тут Больше чем 5 миллиметров Вы можете 5 миллиметров Короче, вот тут 6 таких вот Как бы одинаковые Две с сердечками Еще что-то Ну, по сути, они повторяют По 2 маленьких И каждый вариант Еще вот сердечки 2 маленьких Одна большая Какая-то хренатень И плиточкой Завтра-то я в гости Плюсь А на неделе Надо попробовать Шоколад замутить Удачная формочка Очень Главное, что силиконовая Ну и много этих Штучек Я просто на картинке Смотрела Мне казалось, что вот эти-то Большие, они как Полноценная плитка Ну, тоже неплохо У меня там еще Порошок таро Который можно в шоколад класть И по вкусу он оказался В сухом виде Как Венеградный сахар И какая-нибудь Глокоза Единственное, что Много слопать нельзя Если чуть больше полпакета слопать Ну, больше 50 грамм То В ближайшие часа три Ощущение Зуда На коже Будет присутствовать Я уже на себе Это протестила Ну и в кашу его добавляла Сюда можно было еще ягод Крюку или брусники кинуть Кто-нибудь подумает На кой хрен тут ложка лежит Если я милки уже ем Кстати, зритель Ты когда-нибудь съел что-нибудь С маслом С маковым нерафинированным маслом Какой-нибудь салатик Я его случайно на Вайберз Увидела месяца два назад Самый прикол Вчера я его покупала 250 рублей за 250 грамм Вчера подруга едем На Вайберз от меня Мне что-то забрать Мне что-то забрать У меня как раз этот порошок-то Я смотрю, что это масло Оставило 230 рублей А сегодня утром Оно уже было 570 Я сначала так пофиговала Думаю, блин, заказать что-ли Еще, ну на хрен У меня уже есть масло Ну как бы придет Целый стакан по объему 250 грамм Я сегодня смотрю ночью У меня что-то бессонница была Ну я как бы уснула У меня ощущение было, будто я часа три проспала На самом деле 15 минут Хочу заглянуть, где там мое масло Идет, не идет Я смотрю в закладках А оно уже 570 Думаю, хренаси Думаю, что у него сейчас идет Розлива там 15 апреля 22 года Свободности 12 месяцев Но я дома кедра покупала Масло бразильского ореха Что миллилитров, хорошее И еще года 4 назад Масло Нерафинированное Арахисовое Тоже где-то вот такой маленький флакончик Так что оно в принципе хорошая фирма Качественное масло Но Арахисовое я тогда на Zoom покупала Я когда на Viber смотрела с опаской Я даже не знала, что там еще и еда есть Наверное, пока я тут прыгала с камерой Слышкой меня не ела Мне, наверное, может, чай-то уже осталась Я думаю, это можно покрыть крышечку И брать в холодильник И захомячить уже потом У меня были косточки мелкие, куряные Что-то мне я хреново сочуяла А кошку надо было чем-то кормить А она унюхала, что не там И чуть ли не в холодильник уже прыгает А я вот думала, что сожжет, так сожжешь Она обрыла как раз хрящики Ну, а косточки я в итоге выкилала И в прошлый приезд в Viber Собачка осталась без косточек Я обычно для детской руку повезу Потому что там родственников курицы И сухолейцы случились Ну, и как-то было так, что Одна моя родня Когда узнала, что зла, я сказала Ой, говорит, у меня там косточки собачки есть Я думаю, точно, ведь можно косточки-то не выкидывать А собачки отводить Беру это я долго, не знаю, что долго не поеду Я просто морозил мне коксую Потом за день до отъезда застаю Они уже разморозятся Привожу и собачку кормят И все счастья И вот я снова тут действительно делала было флешки Короче говоря, это, ну, раз оно еще до сих пор не отвалилось Этот, я забыла, что сегодня еще печенье купила Как бы я понимаю, что могу сделать само печенье Я даже видела где-то рецепт крекеров У меня где-то даже в закладках Но как-то сейчас возиться, пока никак И я подумала, что бюджетнее будет купить печенье Хотя оно, возможно, с пальмовым маслом Либо каким-нибудь странным, непонятным составом Но оно пожаристое Я на него три раза посмотрела Два раза в руке подержала И потом поняла, что надо купить его Около 60 рублей У меня такие шоколадка, которые мне подружка вчера к чаю приволохла Можно сказать, не то чтобы к чаю Наверное, больше к тому, что она на время задействовала мою кухню И это самое Вообще я купила в какой-то веке Полноценную буханку черного хлеба Сейчас даже покажу Я планировала ее с мясом поесть Хотела хлеба с мясом Это рыбинский черный хлеб Формовой, не упакованный Сегодняшний Еще подумала, что он большой, конечно, для меня На одну целая буханка Но ее можно потом отрезать И я специально сделаю сухариков Чтобы потом салат какой-нибудь исходить Или еще куда-нибудь И может можно сделать что-то еще с этим хлебом Ну и короче, в итоге Да даже просто черного хлеба Вот черный хлеб, подсолнечное масло и соль, чеснок я могу есть А вот не всегда тоже иногда чувствую вкус Даже мне вкуснее, если не рафинированное подсолнечное масло У меня как-то одно время было Я покупала специально для халвы Семечек самопальный Ну короче, в итоге, в общем, он у меня так и не открылся И мясо без хлеба хомячилось Ну у меня тут есть печеница Так как у меня там 48 минут И не знаю, как оно там определиться Что уже надо отрубаться Поэтому я сейчас поменьше буду болтать Чем в прошлые два видео Вот это у нас Хошань Панья Желтый чай Отдельную дегустацию постараюсь как-нибудь сделать с ним Так, все, по фуншу и со своими чайничками Возможно, даже на свечке Много заварки налила Мясо-то убрала, а жидкость-то с ухом в тарелке оставила В смысле мясо на кости, которое кость сзади меня Ну не знаю, можно бы, конечно, ножницами это Наверное, ножницами и надо А, вот тут написано открывать здесь Открывать здесь Ну и что я вот открыла? Лёля торопится попить чай, чтобы успеть в 48 минут свои, которые на ковере оставались Ой А, другая хрупкая Вкусненько Главное потом не покрыться сыпью Потому что уголь-то я не купила Но у меня есть только ауэ Дель Если внешне помолоть что-то И мёда можно попить Тут-то как бы я люблю поджаристый хлебушек, печеница Я хотела сначала купить с нормальным составом Более-менее Ребятова Марию Кружочками так не мелькали Не ту Марию, которая классическая Марию А другую Но меня соблазнили Подпечённые краешки Этого печенья Вес одинаковый Разница 5 рублей Это дороже Ну тут чувствуется что-то такое Вот на самом вот этом Когда только ещё берёшь Вот, вот ощущается что-то странное такое Тут песок, я думала, ну с песком и кунжутом А мы же там Яшкина, которая даже не скрывает, что она на пальмовой мосте Может тревать, но знаешь, что есть, что она на пальмовой мосте А вот в Яшкинской греке Там был кунжут и сяфер И просто кунжут Но он был, не видно было Какой он там А меня заблазнял этот Я только сейчас вижу, что тут просто сахар Я не обратила внимания, что там не написано, что он просто с сахаром А тут всегда думала, что крекер обязательно с кунжутом А что на следующей неделе я себе сделаю кунжутное печенье Вароня, там кунжут есть И яйца пока ещё есть Очень тоненькая Больше не рискнет Тут что-то очень чуется У меня есть подруга, которой пофиг на пальмовое масло Мне кажется, она его даже любит Придёт на чай, я ей скормлю Ну, короче, когда она ко мне приходит Я ей говорю, чтобы не без пальмового масла было Иногда она забывает, купит какую-нибудь хрень Она вроде вкусная с виду, всё такое Я съем кусочек, а потом ласта склеиваю У меня, конечно, есть овер до хрена мёда В смысле, варенье И мёд Не сказать, чтобы овер до хрена Но с лоском Без лоском Не прыгай на стол, окошко Лучше иди вон там что-нибудь съешь Зачем ты меня царапаешь, а? Я всегда она сижу Помераю в очередной раз Она как мне впиявится когтями и зубами И не пошевелишься Потому что вроде как пытаешься её освободить Она не прокусывает, конечно, следы остаются на какое-то время Зубов Но, ох-те-то, она до крови может тапнуть Тоже не сильно, но что-то остаётся И вот куда ты залезла На весь-то монитор Жук, навозню Может, там, конечно, не видно, что я её влажу Так, я тут пью А ты своим хвостом куда-то пытаешься сунуться Иди там молока попей Кабачок съешь Да, вот молока попей Не оставалось капли козьего молока И я пожертвовала его кошке Потому что мне мало, а ей вполне хватило бы Сегодня с одной чашкой чая Спасибо тебе, зритель, за компанию Надеюсь, следующие наши разы с тобой С хавчиком, либо не хавчиком Не буду сопровождаться звуками с камерой И флешкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok